да есть пару конечно шишек с нашей этой приблудой короче в чем суть вот это вот шило которое там вначале рассматривал это провод и просто отпаял временно тесты проводил короче этот драйвер якобы держащий 9 ватт который я блин два раза ездил менял потому что резистор на входе был друг на друга напаян то есть так пришел с завода грубо говоря с китайской ихти как сказал продавец их не тестирует поэтому поменяли без проблем так он еще криво припаян был и вообще не работал мол того этом чудо драйвере выход значит но это я уже перепаял красный был плюс черный минус а вход все наоборот короче какое-то чудо в итоге я подписал белый провод плюсом розовый идет как минус хотя в предыдущей версии все было отлично но провода были припаяны совсем другие места я не знаю связи с чем это связано короче цирк провел я с ним опыт и максимум что он держит никаких там 9 ватт даже близко нет короче давайте тогда от ватов отойдем немножко и у нас 5 ваттный значит инфракрасный светодиод потребляет мы просто на этом остановимся 1400 миллиампер если у вас другой светодиод будет например там 3 ватта у него будет в электристики указано там 080706 значит ампера так 1400 миллиампер это у нас 14 ампера вот если у вас слабее светодиод он пойдет как бы толку нет показываю может какой-то другой себе приобретете привезете с китая поскидываю потом ссылки короче я пока недоволен и опять же эта штука стоит денег у нас на стоит порядка 50 тысяч но это где-то два с полиной доллара до не знаю дорого или дешево вот потом я ставил опыт следующий достала меня это все самый простой способ конечно взять вот такой вот регулятор он тоже порядка двух баксов стоит и он вам день в других проектах пригодится есть регулятор напряжение ток обязательно надо регулятор тока напряжение регулятор выкручиваете в максимум то есть максимальное напряжение на входе было максимальным напряжением на выходе а регулируете только токовый резистор так он по-моему здесь и ток выставляете 1 и 4 ампера новых и все он как работает как стабилизатор тока не греется он поддерживает до 3 ампер он вообще не греется то есть при потреблении в два раза меньше никакого напряга это тестировалось тоже но конечно такую приблуду ставить миниатюрный прибор у нас не получится итоге я решил опять же дешево и сердито сделал такую схемку на lm 317 вот как ее делать и схемку я все тоже вставлю в видео но один есть нюанс собирается на очень просто прямо на руках вот видно да я тоже объясню как и что вот но греется довольно сильно поэтому надо будет радиатор поэтому я планирую использовать этот же радиатор еще один нюанс опять же из-за слишком большой мощности светодиоды используем 14 ампера он этого для него край значит край по возможностям потому что максим рассчитан на полтора если его нагрузить на 14 это будет неправильно работа он просто будет очень сильно перегреваться греется капец то есть секунд 40 минуты работы нас не устраивает второй вариант как можно этого избежать можно их два спаять параллельно тогда ток на каждого месяца в два раза греться они будут но будут работать в нормальных условиях вот и лучше будет теплоотвод вот это не пугайтесь это резисторы это резистор 5 ватт 2 ома то есть они такие массивные 2 параллельно спаял и получил место 2 ом 1 ом то что когда резисторы подключены параллельно сопротивление уменьшается соответственно если они одинаково номинала в два раза появится lm 317 очень просто вход идет у нас на крайнюю правую ножку так вот он пошел вход на крайнюю правую ножку резистор замыкает первую и вторую ножку там нужно быть видно резистор замыкает 1 2 ножку из первой же ножки у нас выход просто я припаялся к резистору то есть вход у нас на третью ножку выход с первой ножки средняя ножка и первая замыкает резисторы первую вторую ножку так лучше получилось такая прикольная фигня выглядит страшно по сути это одна лм к 2 нашел просто где прикрутить то есть это тут уже как скажем так по факту зависит от того что у вас есть можно было прикрутить в любом месте можно было здесь вот здесь изнутри просверлить отверстие прижать винтиком не обязательно кстати кстати делать это все мячиком где-то просто находите вот свободное место вешаете лмку и просто на винтик с гаечкой то есть у кого нет возможности просто просверлить выглядит вот это все страшно на самом деле это два резистора по 2 ома подключенных параллельно что нам дает 1 ом что здесь опять немножко страшноватого просто здесь лмки подключены параллельно но из-за того что они на 180 градусов развернуты пришлось сделать накрест то есть в принципе тут вообще все элементарно просто смотрится немножко страшно то есть два резистора две лмки с них выход пошел на светодиод плюс минуса светодиода напрямую вот все у нас по сути мощная инфракрасная подсветка вот она вся вместе с драйвером с драйвером самоделкой так обещал я рассказать по поводу подключения драйвера драйвер у нас сделан на lm317 значит заходим вот по этой ссылочке которую я укажу схем.net сайт очень хороший калькулятор я постоянно все время пользуюсь здесь есть вариант стабилизатор напряжения стабилизатор тока нас сейчас интересует стабилизатор тока очень простая схема подключения один резистор и одна lm317 вот что еще интересного здесь значит данный момент нас интересует ток 1.4 ампера стреляем жмем расчет получаем резистор который нам надо установить грубо говоря 0.9 ом но есть один нюанс 0.9 ом очень сложно найти резистор наношу это бывают 1 2 ома 20 10 13 то есть тоже свои нюансы есть как нам это подобрать заходим на этом же сайте ссылочку тоже скину параллельное подключение резистора для примера возьму уберу далее вот так вот расчет и что получается нам надо получить чуть меньше 1 ома вот видите результат 1 ом то есть если мы два резистора по 2 ома подключим параллельно мы получим 1 ом но 1 ома нам многовато нам надо 0.9 грубо говоря 0.9 ом 0.9 что нам надо сделать чтобы получить здесь на выходе результат 0.9 нам надо добавить 3 резистор возьмем его например 50 ом расчет получаем на выходе 0.98 а нам надо 0.9 уменьшаем 30 расчет 0.96 много 20 расчет 0.95 хорошо много 10 расчет оба на 0.091 но подойдет ли нам 0.91 потому что у нас надо чуть чуть меньше 0.893 давайте проверим поставим здесь не 1.4 например 1.38 ам в принципе это ничего не меняет жмем расчет и получаем 0.91 и здесь 0.91 то есть нам просто надо если нет подходящих номиналов подключить например 3 резистора рассчитать здесь и получить такое вот сопротивление в плане подключение подключение очень простое input вход идет на третью ножку выход идет с первой ножки между выходом первой ножкой и средней ножкой подключается резистор между этими ножками вот он и мы получаем на выходе требуемый ток то есть это стабилизатор тока на input вход подключается плюс отсюда плюс выходит минус идет сквозной вообще не подключаясь к этой схеме то есть все очень просто я использовал использовал таких lm317 две штучки подключается тоже очень все просто тупо параллельно левую ножку одной с левой ножкой другой так ломки средняя со средней правая с правой крайне вот как у меня подключение просто они у меня развернуты на радиаторе на 180 градусов из-за чего получилось там немножко крутил проводами крест-напрест это в принципе и суть важно так это что у нас касается драйвера для светодиода так что у нас при использовании lm317 появились даже плюсы как оказалось единственное что нагрев конечно конкретный остался но драйвера было требование не меньше 8 не меньше 7 вольт lm317 такого требования как бы как такового нету получилась возможность использовать один элемент вот я вот уже два спаял между собой производственных 18650 но сейчас как бы думаю что делать может перейти на один тогда уменьшим вес и габариты но есть один нюанс сейчас все продемонстрирую значит вот это у меня регистрирует напряжение на входе вот этот ток на светодиоде это все сейчас подключено вот 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 так видно этот уже будет держать в руках в чем суть я сейчас буду крутить напряжение на своем регуляторе стандартном который я уже показывал вот 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 я уже не буду сюда ставить просто буду накручивать значит в чем суть подаю напряжение вот смотрите 08 ампера при четырех с половиной вольтах теоретически наш аккумулятор выдает 4,7 сейчас я до него докручу но 4,7 сейчас выставлю то есть что это дает ну вот грубо говоря напряжение аккумулятора да одного 18650 при этом у нас ток всего лишь 0,9 ампера то в принципе тоже не мало и главное что лучше чем у моего того драйвера вот но это будет где-то процентов 70 накала вот как бы в чем загвоздка но это как бы при использовании аккумуляторов на батарейках если вы будете делать в принципе вы можете сделать не 4,7 а там 6 сейчас я покажу что на 6 он будет выдавать стопроцентно кручу до 6 вольт смотрим смотрите уже 1,2 ну вот 1,25 это максимум что дает лм потому что ну это зависит от резисторов установленных просто меньше номинал не получилось подобрать вообще правильно не 2 ом оставить параллельно переходящих плавно в 1 ом я потом все объясню это самое грубо говоря здесь сопротивление сейчас используется 1 ом средняя а надо где-то 0,9 чтобы был 1,4 ну короче максимум дает при 5,6 вольт то есть если собрать там 4 по полтора вольта батарейки пальчиковые будет выдавать максимум и как бы почему еще может даже лучше что 1,2 ампера используется не надо на максимум выдушивать светодиод на 1,4 это как бы для него навряд ли полезно вот то есть при 5,6 вольтах он выдает максимум на 1,4